Луч Энергия провел первую товарищескую встречу в рамках второго учебно-тренировочного сбора. Приморская команда с 16 февраля базируется в Турции, в городе Лара. Там у желто-синих по графику намечено три матча с казахстанскими клубами Жетысу и Тарас, а также с молодежной командой Оренбурга. В первой игре с Жетысу тигры смогли одержать победу. Открыть счет в матче удалось Юрию Колымыц, который со штрафной линии точно пробил в угол ворот. Казахи сравнялись во втором тайме красивым ударом с разворота. Ближе к концу игры приморцы прессингуя смогли вновь вырваться вперед. Иван Столбовой ударом головы завершил эту встречу при счете 2-1 в пользу Луч Энергии. Сегодня играли с очень хорошей и организованной командой. Понравилась самоотдача и желание ребят. Второй сбор начали с хороших нагрузок, поэтому сегодняшний матч провели, можно сказать, на морально-волевых. Очень радует, что несмотря на тренировочный характер встреч, команда показывает результат и бьется за победу. Стоит отметить, что Луч Энергия пока ни разу не проигрывал на турецких сборах. Следующий контрольный матч приморцы проведут с футбольным клубом «Оренбург-М», представляющим молодежное первенство России. Региональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги завершился в Приморье. Победителем отборочных стала команда Дальневосточного федерального университета, которая набрала 6 очков из 6 возможных, не проиграв ни одному коллективу. Вторую строчку занял в ГУЭС, а на третьем месте расположился Далер-Ипфтуз. Теперь ДВФУ представит край на зональном этапе и будет бороться с сильнейшим вузом Хабаровского края за право поехать на финальную часть чемпионата лиги. Решающие встречи пройдут в Москве, где уже в мае студенты разыграют призовой фонд в размере 7 миллионов рублей. Напомню, проект ВКСЛ стартовал по всей стране еще в конце 2016 года. С получением киберспорта статуса официального вида спорта, эта лига предоставила возможность всем студентам России не только получить опыт крупных соревнований, но и на полном серьезе начать свою профессиональную карьеру. Этап всероссийского шахматного турнира «Белая ладья» стартовал во Владивостоке. В традиционных соревнованиях принимают участие 9 команд со всего Приморья. По правилам за каждую сборную играют 3 мальчика и 1 девочка. Шахматисты за 5 дней разыграют путевки в финал, который пройдет в мае этого года в Сочи. Краевые состязания проводятся по итогам школьных и муниципальных отборочных этапов. В турнире участвуют сильнейшие спортсмены не старше 14 лет. Из Владивостока, Уссурийска, Артема, Дальнегорска и других городов. Непосредственно Приморскую столицу представляют команды 41-го лицея и гимназии колледжа ДВФУ. Как отметили в местной шахматной федерации, «Белая ладья» — это отличный способ повысить свой рейтинг. Ведь именно с этого турнира начинали многие известные гроссмейстеры. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.